Всем добрый день! Меня зовут Ольга Лисицына, но если вы помните, то я писатель, публицист, просветитель и пишу под псевдонимом Фьора де Лавита. В связи с этим мы говорим и обязательно о том, что происходит в жизни, потому что Фьора де Лавита в переводе с итальянского языка означает «цветок жизни». Те круги жизни, те узлы жизни, те ситуации в жизни, тех людей в жизни, которых мы встречаем, мы говорим обо всем. Мы не говорим именно об астрологии, хоть и занятие номер семь называется «Сатурн». Мы будем говорить о том, как человек – дитя космоса, Сатурн, энергии Сатурна, сама жизнь, как все взаимосвязано. Я хочу с вами поделиться четырьмя ситуациями, четырьмя встречами, которые произошли у меня вчера. И я сегодня с утра анализировала, слушала своим сердцем, какие впечатления у меня ставили эти встречи, какие мысли. Потому что никто тебе не друг, никто тебе не враг, но каждый человек на твоем жизненном пути – твой великий учитель. Итак, вчера на занятии о Венере я говорила о том, что вчера был день рождения моей бабушки. И так как моя мама тоже живет в Сочи, как и я, мы с ней договорились, что я принесу ей дынь. Моей маме 85 лет, и у них лифт то работает, то не работает. И, соответственно, я делаю доставку. И вот я вчера пришла, принесла ей дыньку. И говорю, мам, давай отметим бабушкин день рождения. Потому что я хотела рассказать о том, что я вчера спрашивала душу, монаду, божественную монаду вечного странника, который в последнем воплощении был моей бабушкой и носил имя, прекрасное русское имя Анфиса. Я спросила, бабушка, ты воплощена? Она говорит, нет. Внутри знание просто приходит. Яснознание, эмпатия, все это дается каждому человеку по мере его восхождения, получения знаний. Потому что если мы из состояния травмы будем с кем-то общаться, с потусторонним миром, ну с кем мы можем общаться, как мы говорили о самоубийстве? Сейчас уже не помню, в каком эфире Юпитер, наверное, да. И когда человек покидает свое тело, на каких вибрациях он свое тело покидает, те планы он и видит. Соответственно, если человек в бунте, то какие планы он будет видеть? Он будет видеть привидений, зомби, низкие вибрации низкого нижнего астрального мира. Кстати, вот я еще подвисаю всегда, как вы понимаете, когда занятие только начинается. Я обратила внимание, что когда я хожу к маме, я живу в новом современном доме на 21 этаже. Мудрая жизнь должна жить на 21 этаже. Автор проекта «Мудрая жизнь 21». У мамы старый дом, где-то, наверное, 70-х, начало 80-х готов постройки. Красивый, в центре, все его облицевали во время Олимпиады. Но лифты, шахты лифта, лестничные пространства, тем более лифт, когда часто не работает, я отмечаю определенные сгустки темной энергии как раз между первым и вторым этажом. И зимой там даже есть вот этот запах разложения, воняет в простонародье. И вот, и я обращала внимание последнее время, когда я смотрю, есть ли в моем энергоинформационном поле сущности инородные, я спрашиваю свое внутреннее «я», своего высшего руководителя, свою душу, я спрашиваю, сущности есть? Да. Я спрашиваю, вчера у мамы там в лифте? Да. Предпоследний раз, когда я была у мамы, там маленький лифт. Но я зашла туда. Три женщины вместе со мной зашло. Мы вот так стояли. Мы какими-то фразами обменялись. Вот. Я понимаю, что в шахте лифта там много кто живет. И в моей книге «Он и она» QR-код всегда есть в конце. И члены моей команды Софи ставят также и QR-код обычно сбоку. Вы можете наводить... Ну, вы сами знаете, как это делать. Я вас учить не буду. Короче, рукопись в Телеграме. Или набирайте «Он и она» и свободно сразу можете заходить и читать. Она в открытом доступе. Так вот. Я описываю, когда Андрей из своей квартиры, естественно, захламленной, пицца, презервативы валяются. А когда он возвращается в свою квартиру, и он уже начинает видеть сущностей, приходит сущность, которая предъявляет ему претензии и говорит о том, что-то устроил вообще, что-то меня на голодный паек посадил. Где телки, где презервативы? Потому что там жизненная энергия. И чем питаются сущности? Жизненной энергии нашей. Так вот. В рукописи это все можете увидеть. В этот раз я и к лифту подошла осознанно. То есть активизировала свою ауру, фиолетовое поле. Я зашла доброжелательно. Сущностями не надо ругаться. Это просто другой план мира. Не надо говорить, пошли вон отсюда и все такое. Потому что, когда вы говорите, пошли вон отсюда, это негатив. Я принимаю, что они есть. И говорю, что я человек, пожалуйста. Опираясь на свободу выбора. Я не позволяю заходить в свое энергоинформационное поле. Тем более нырять в мое тело. Было всякое. Но, опять же, благодаря этому всякому я получила навык, как это, общаться наилучшим образом с разными планами мироздания. Поэтому сегодня перед эфиром я проверила, сделала чек. Все сделала правильно. Никаких сущностей я не хапнула ни в лифте, ни когда шла вниз по лестнице. Потому что лифт долго не приходил. Я поняла, что это мой тренажер, мое занятие, мой урок. Что мне надо спуститься самой вот в этой ауре овальной фиолетовым светом наполненным. Потому что фиолетовый луч – это луч трансмутации. И только наше воле и изъявление может активировать любой луч, любую энергию. Потому что каждый человек – это венец мироздания. Так вот, мы сидели с мамой, разговаривали. Я передала от бабушки привет, что бабушка будет ждать ее и меня. Что бабушка не торопится к новому воплощению. Мы говорили о том, что у моей бабушки было всего три класса образования. Но я маме сказала, говорю, мама, ты же понимаешь, что очень много людей, образованных профессоров, но они очень злые люди, которые сеют ненависть, отрицательные энергии в эфир планеты Земля. Я говорю, а бабушка была добрая. Я говорю, я даже не простила крапиву. Потому что я понимаю, мы должны все понимать и принимать. И именно смотреть на каждую ситуацию, на каждого человека, как следователи. Мы должны ее изучать. Я вам советую, если есть желание, этот навык получить вечером, перед тем, как вы отходите ко сну, начинайте делать чек ситуации, чек впечатлений от вечера к утру. Так вы получите навык. И когда за вами приедет белый лифт в том или ином возрасте, тогда, когда вы осознанно будете переходить в новую жизнь, там будет происходить именно вот этот чек-момент. Когда все говорят, люди, которые проходили клиническую смерть и возвращались, люди, которые яснознающие, мистики, которые общаются, и колдуны, которые общаются с нижними слоями тонкого мира, все говорят одно и то же, что анализ происходит. Почему происходит этот анализ? Потому что вот эти три смертных тела, которые у нас есть, из физического выходит троица, потом тело желаний, вот это наше энергетическое, оно потихоньку растворяется, как мы говорили. Первая раса человека, которая состояла только из тела желаний астрального, она растворялась. Потом мы переходим на следующий, более тонкий уровень, тогда у нас уже остается два тела. Это эфирное и нижнее ментальное. Эфирное тело, эфир – это и есть, по сути, материя, которая энергии, которые наполняют. Мы знаем прямой эфир, телевизионный эфир. Нет, эфир – это материя, но просто ученые о нем стали говорить только в последнее время, потому что наука, она материальна. И она опирается только на те знания, которые они могут проанализировать, где есть доказательная база. Но, как мы знаем, интернета раньше не было, и секса в Советском Союзе тоже не было. Но это уже шуточка для нас 50 лет. Я передала маме этот привет, мама немножко прослезилась. Но, знаете, тоже хочу сказать, мама говорит, когда я сказала, я говорю, с бабушкой поговорила, бабушка нас ждет, я передала ей нашу любовь. Я говорю, она будет тебя встречать, потому что ты провожала ее. То есть, когда маме позвонили и сказали, что мама как раз, по-моему, у меня на Рублевке была в Барвихе, что, нет, она была в Сочи, я билет покупала, что бабушка плоха. Кстати, вот тоже хочу сказать, что значит нет религии высшей истины. Моя бабушка, естественно, была православная, простая женщина, которая родилась в многодетной семье. Раньше абортов не делали. Вот, любовью занимались. Жизненная энергия нам дана именно для того, чтобы мы производили потомство. Без того, чтобы включать мозги. Есть у меня на это деньги? Нет. Есть прекрасная русская мудрость. Да, если Бог дал ребенка, он даст и на ребенка. Всего достаточно. Не будут миллионов, миллиардов, карьеры. Но человек проходит здесь опыт. И вот именно добросердечная, не образованная моя бабушка, знаниями науки материальной, но у нее очень сильное, я сегодня это вижу и понимаю, бабушка сейчас тоже улыбается, слушает это, очень доброе сердце. Мы говорили, когда мы говорили о Юпитере, меркурианские энергии нам дали разум через солнце, через жизненную энергию в том числе. Но именно юпитерианские энергии нам дают добро. Так вот, мама моя поехала, была в Старом Москоле. А кто ей позвонил? Ей не позвонил батюшка из церкви. Нет, моя бабушка на старости лет покрестилась в баптистскую, христианскую направление. Давайте думать и говорить о том, что Иисус был великий учитель, который пришел поднять нашу цивилизацию, человечество на высший уровень развития. Потому что пришло время, и он пришел ознаменовать эпоху рыб. Почему Андрей Первозванный был рыбак? И почему учитель сказал, что вы будете ловить души, а не рыбу? Так? Соответственно, закончилась эпоха Овна, и арийская раса должна была получать опыт именно уже во благо, без битвы. Но так как у нас очень сильно это тело желаний, марсовые тела были очень сильно раскачаны. И опять же, вместе лунно-марсианские тела, потому что луна – это тело желаний, а Марс – это огонь, это тело действия. И Люцифер вместе со всей своей командой, когда они пришли на планету Земля, планета Земля была им доверена, Люцифер не был высшим иерархом в иерархии света. Он был учеником. Ну, скажем, в институте учился. Или даже так, он был доцент, даже не профессор, он был доцент, он изучал. Ему сказали, вот, пожалуйста, вам планета Земля, занимайтесь. И когда пришло, и он изучал нас, землян, он изучал, как наилучшим образом, ведь как люди идут в институт учиться, например, в педагогический институт, учиться для того, чтобы уметь передавать, быть педагогами, учителями, уметь передавать свои знания наилучшим образом. Вот я этому не училась, с одной стороны, это плохо, потому что я не могу вот так расконцентрированно вам все дать. Я вот написала, смотрите, да, и мы только на первой ситуации. Мама, а уже осталось 30 минут. Но также я понимаю, что мы переходим, и я вас приглашаю перейти в эпоху водолея наилучшим образом. Наше новое прекрасное поколение, наша молодежь. И я стараюсь вам дать водолейские знания без границ. И поэтому описываю вам то мазками. Видите, вот я выбрала какую заставку. Она без правил, мазки, как пойдет. Вот. И поэтому вот эти два тела, мы говорим, когда мы выходим, тело желания первое распадается. Эфирное тело, оно же является телом наших строителей. Следующее распадается. И остается нижнее ментальное тело. Вот это нижнее ментальное тело должно сделать чек. Да? Вот как эта флешка памяти. Что вы в этом воплощении сделали? Опыт. Негативный. Человек должен вспомнить. Так. Должен его зазипировать, положить свою, уже высшее, да? И, соответственно, все лучшее тоже, естественно, берется с собой. А весы – знак. Чему нас учат? Это не знак. Это созвездия, звезды, весов. Чему нас учат? Балансу. И чему нас учит жизнь? Нас жизнь учит гармонии и балансу. И вот так незаметно я подошла опять к Сатурну. Мы изучаем единение человека и космоса. И я вам говорила, что я читаю Макса Генделя совместно со своей супругой Аугуста Фос Гендель. Они написали очень много книг. И именно «Послание звезд», «Космогенесис». Благодаря этим знаниям, я, знания полученные от Елены Петровны Блаватской, от Елены Ивановны Николая Константиновича Рериха. Конденсированные. Я их просеяла через сито Генделей. Они это писали в 20 веке. И мне все легло по полочкам. Моя солнечная дева, мои стрельцы, все просто в кайфе, потому что все понятно. И толкование учений Иисуса, Библии, других знаний, которые давались. И те учителя, которые уже приходили в эпоху рыб, которые сегодня являются нашими руководителями, это вознесенные учителя, и то, что касательно иерархии зодиака, энергии, все, что нам передавалось. Так вот, Генделей говорит о том, что Сатурн, он под управлением знака Весы. А наши современные астрологи, которые я тоже очень люблю и уважаю. Вчера слышала Михаила Левина, Константина Дорогана. Они считают, и вот в школе Виктора Слободнюка я училась, что Скорпион – это управитель Сатурна, что управитель Сатурна – это восьмой дом. И у них считается, что управитель Весы – седьмой дом. Сатурн – это отношение он и она, брак, союзы, пары. Все многогранно, в каждую эпоху каждый считает то, что откликается в его сердце. Поэтому я говорю, никого не слушайте, слушайте только себя. В моем сердце откликается, что Сатурн – это именно гармония. Потому что чему нас терпеливо, долго учит Сатурн – отказаться от марсианского вот этого напора, размышлять Меркурием через любовь Венеры и через добро Юпитера. И я сегодня, когда посмотрела на картинку, Сатурн, если Земля – четвертая планета, третья планета – Земля, четвертая – Марс, следующий – Юпитер. Да, мы говорили о Юпитере в четверг. От Земли энергии через Марс пойдут на Юпитер в том числе. А Сатурн стоит четко за Юпитером. И я увидела прям картину нашей солнечной системы, нашего центра силы, центра наших интересов, как говорится, в бизнесе. И Сатурн, он как наш пастух. Вот смотрите, Сатурн давал нам энергии. Когда наша раса человеческая была в эпоху Тельца, соответственно, Сатурн, он реально как наш пастух. Я вот это так увидела. У него самый длинный, скажем, большой эклиптика, круг, движение вокруг Солнца – 29 лет. И именно в 29 лет Сатурн приходит и спрашивает человека, ты что сделал? Потому что первые 7 лет – это у нас физическое становление тела, работают эфирные наши строители и венерианские, и, соответственно, Матушка-Земля. Вот это все активно-активно-активно работает. Дальше, с 7 до 14 лет у человека включается уже тело желаний. Лунное – все, оно построено. И человеку, опираясь на свой разум, надо учиться в школе, всем этим управлять. Почему я назвала свой индивидуальный курс, который, скорее всего, будет всероссийским сначала, а потом, возможно, и всемирным, для того, чтобы люди понимали по новой, скажем, нашей водолейской системе, по доктрине, когда мы уже в гаджетах получили этот навык, именно из эфира, из воздуха получать знания. Пока нам нужны гаджеты, технократическое изобретение. Но скоро, вот 24-й год считается последним переходным годом в эру водолей, мы раскачиваем вот эти мысли формы. Вот как я общалась со своей бабушкой, как я вижу сущности. Я получила знания, благодаря этим знаниям сущности я не боюсь. У меня хватает мудрости, добра, чтобы подключаться к высшим слоям. И также люди начнут переходить в это. Вот я иду по Сочи, смотрю, какие красивые люди идут. Мужчины, женщины, дети, фигуристые, в красивых одеждах. Это Венера моя вчера в пятницу наблюдала эту всю красоту. И да, вот смотрите, в 20-м веке было очень много голода. Мы с мамой вчера разговаривали. Она говорит, самые сложные годы были, 37-38 годы. И когда бабушка забеременела, ей приснился сон. Вот так с нами работает мироздание. Потому что, по-видимому, должна была быть я внучка, Ольга, родиться. Ей приснился сон. И она пришла к своей крестной и говорит, крестная, такой и такой сон мне приснился. Она говорит, Анфиса, что, беременна? Котя ее звали себе. Котя, ты беременна? Она говорит, да. Она говорит, не вздумай сделать аборт. Она говорит, если ты сделаешь аборт, это будет последняя точка в твоей жизни. Твоя жизнь на этом закончится. Подробности мама мне не рассказала, что был за сон. Но сон, по-видимому, был вещей, которая именно говорила, что вот он рубеж. Что мы должны научиться? Мы должны научиться слышать, как с нами разговаривает жизнь. И я на наших занятиях, вот так все сумбурно вам рассказывая, именно пишу эту картину мира, картину мироздания, мудрости жизни. Сатурн очень терпеливый, очень добрый наш наставник, наш кондуктор и наш экзаменатор в одном лице. Он наш добрый пастух. Вот, авель – это эпоха тельца. Так, добрый пастух, который общается, по горам ходит, общается с высшими, с создателями, с иерархией света, воспевает их, играет на дудочке. Куда мы должны будем перейти? Мы должны, когда мы перейдем на следующую планету, гармония сфер, через музыку. Поэтому у нас будут отдельно передачи. Почему я пластом лежала после ударника на концерте Пелагеи? Две песни мы там побыли. Обо всем этом будем говорить. Важно все. Что вы думаете, что вы говорите, что вы слушаете. У нас жарко, я в Сочи. 15 августа в Италии отмечают Феррагосту, а у нас сегодня там какое? 17-е. Жарко очень. Вот. Вчера, значит, с мамой мы об этом говорили. И что хочу сказать. Православная религия – это христианство. Иисус пришел дать нам знания. Но каждая религия католики приватизировали, метрополит приватизировал. Религия должна быть. Любовь к мирозданию. Нет религии выше истины. Из сердца человека. Кто наш учитель? Природа. Что сделали управители религий? Они назвали людей, особенно славян, язычниками. И стали с этим бороться. С одной стороны, это правильное развитие общества. Когда мы от лемурийцы тоже всех со стихиями общались и с титанами бились. Атланты титанами уже управляли. За что зашли? Как бы зашли в колдовство. За то, за что и были эти все потопы и все остальное. Это наша, уже более материальная, более низменная раса. У нас свои тоже этапы развития. И да, нам дали огонь. И что мы стали делать? Мы стали импуляться. Так? Нам дали технологии. Что мы стали делать? Мы говорили о атоме, который уничтожает жизни, и о мирном атоме, который согревает наши дома, атомные электростанции. Соответственно, вот моя бабушка уже в конце своей жизни познакомилась с семьей баптистов. И ее, как Иисуса, Иоанн Креститель, крестил в воде. И это ознаменовало, потому что Святой Дух спустился, это ознаменовало переход человечества в эпоху рыб, воды. От огня стихии овна, ариев, арийцев мы должны были перейти в воду, которая должна была вот эта наша заглушать. И наше эго должно, как в школу с семи до четырнадцати лет приходят дети, так маленькие человеки, настольная книга для больших и маленьких человек, так и мы должны были познавать тело желаний. Но у нас есть поджигатели. Люцифер с Марса с его друзьями с Луны, они объединились. И если сначала они также познавали, то потом им понравилась кровь. И кровь светлого человека, она намного активнее, чем кровь человека пьющего, материалиста. Чем выше вибрация у крови, чем выше в ней составляющая солнечная энергия жизни, нам Солнце дает энергию жизни, а Сатурн убирает оттуда, он считается энергией смерти. Нет, он энергия распада, разрушение всего ненужного. И когда человек с двадцать одного года до двадцати, там, восьми, девяти проходит вот эту активную фазу марсианскую, приходит Сатурн и говорит, что будем делать, мелок? Так, в следующие годы твоей половой активности до сорока лет, будем созидать или будем карьеристами, или будем над златом чахнуть. А бабушку покрестили, и за ней ухаживали баптисты, потому что это религия сердца. Батюшка к ней из церкви, Стрелецкая, кстати, церковь у нас была. Я тут, ну, ходила, у нас магазин был рядом, бабушка жила в частном секторе. Я маленькая, маленькими шажками ходилась там туда с сеткой, помните, еще конфеты в эту картонную бумагу, помните? Ну, вы не помните, я для молодежи вещаю, ну, кто взрослый меня слушает, были кульки, и масло резали, и заворачивали тоже. А сейчас у нас эта бумага называется эко, экологичная, да, без отбеливателей. Вот, видите, закон целесообразности. Сначала у нас было то, что нам было необходимо, потом мы зашли в Борисианско-Венерянскую, Венера – это деньги, Марс – это огонь, познание империализма в плане материализма, в плане того, что фипсикола, кока-кола, манипуляция нашим сознанием. Ты, может, идешь, ты эту кока-колу и не хочешь, а там реклама моргает, да, на твое тело желание, возьми, возьми. Вот, реклама на телевидении, кто его раньше смотрел. Сейчас у нас реклама везде, и на Ютубе, но в России его, слава богу, сейчас нет, потому что монетизацию отключили, и мы как бы изгои ютубные на сегодняшний день. Все взаимосвязано умирает все то, что мы получили опыт, и то, что нам больше не нужно. Соответственно, Сатурн, да, он показывается, как, ну, такой дедушка, да, с косой и с песочными часами. О чем нам напоминают песочные часы? Во-первых, их можно все время переворачивать, так, по вечности. У них даже форма такая, да, если их горизонтально положить, вот она, форма вечности. Поэтому, когда из одной части часов заканчивается песочек, когда из нас песок сыпаться перестает, мы переходим на тонкий план. Можно перевернуть, отдохнуть там, и опять мыло-мочало начинаем все сначала, с одной стороны. А с другой стороны, этой косой отсекается все ненужное. Зачем человеку уже иссохшееся тело, в котором уже нет жизни? И вот вчера, общаясь с мамой, почему я написала номер один? Ну, не знаю, я про следующий номер успею вам сказать или нет. Потому что я вижу, вот маме 85 лет, а в ноябре ей исполнится 86, то есть она мне скорпион. По сути, по современной астрологии, она как бы под знаком Сатурн родилась. Но все это другие энергии, другие интерпретации. Зря я вам это сказала, я это столько запутала. Ладно, все, вычеркнули это из головы. Учимся вычеркивать ненужную информацию. Вот вам навык прекрасный, вот вам Сатурн как работает. Все во благо. Вот, она уже живет в мире тонком. То есть она заработала хорошую пенсию, я вам об этом говорила. У нее достаточно, у нее забит холодильник, у меня холодильник пустой, потому что мы, девы, все время худеем. Так как в 38-м году были все время, когда она родилась все-таки, и вообще в 20-м веке было голодно. Люди, посмотрите, какие жирные и в Америке. Потому что у них в 30-е годы была депрессия такая, как нам и не снилось. И после войн, после наших, после всех, и гражданской войны, и отечественной, все-все-все-все-все. Опять же, когда люди слишком начинают там бузить, им раз включают голодовку. Недостаточно воды, недостаточно дождей, или солнце все сжигает. Потому что стихии Земли, они нам полностью отвечают. Если мы сеем негатив, то стихии этим питаются. Соответственно, иерархия солнца, все энергии, это все считывается, это все алгоритмы. Элгоритмы целесообразности. И для того, чтобы нам вот этот, либо жар этот умерить, нам много дождей даются. Либо, как я сказала, сжигается весь урожай. Говорит, посидите на диете и подумайте. Чем занимается сейчас моя мама? Она с жилпрощади, у нее все прекрасно, с питанием все прекрасно, со сном не очень. Я вам говорила. Почему? Потому что активизируется уже астральное тело у пожилых людей. И на Луну, что она делает? Она постоянно мысленно. Вспоминает различные ситуации, все. Но я к ней прихожу, она мне может одну историю про кошку, про свою, рассказать три раза. Но я слушаю, потому что я понимаю, что у нее уже не атрофия мозга, а именно активно низший слой ментального тела. И это хорошо, это во благо. Вот сейчас вот летом после занятий я бегу на море, потому что мне надо перезарядиться. Да, слить там энергию, сгармонизироваться с миром. Я это делаю осознанно. А осенью, когда начнутся вот в октябре уже тут штормы, дожди, ливни, я буду ходить днем к маме после занятий. Мы будем писать книгу номер шесть. Я ее уже начала писать для поколения 75 плюс о переходе законами раздания. Вот сейчас я говорю для молодежи, хотя YouTube анализ мне показывает, что у меня 34 плюс, 44 плюс основная аудитория. А самое смешное, что 100% женщины. То, что я и говорила, мы женщины, это духовность, это луна, интуиция. Мы ее должны развивать. В лемурийской расе еще в третьей женщины развивали именно интуицию. Их в лес отправляли, оставляли там, и они должны были выйти оттуда. А глаз у них еще не было. А мужчин сажали на колу, потому что они должны были вырабатывать себе энергию достигательства. Вот, в лемурийскую, в третью расу это все развивали. Понятно. Люди жили среди вулканов и динозавров. Потом природа на зиму остановилась. Нам прислали этот метеоритик. Все замерзло. А, да. Вот, кстати. Сначала была вода, чтобы затушить вот эта волна. Кстати, блин, это первый раз, поняла. Ой, как хорошо. Смотрите, как было. Лемурийская эпоха. Так, вулканическая. Динозавры. Лемурийцы без глаз и без мозгов. Да, у них не было разума. Почему все говорят, что разум нам дали в конце третьей лемурийской эпохи? Тогда, по-видимому, была такая заварушка. Да. Были метеориты. Нас с Луной столкнули. Были мосты метеоритные. То есть, вокруг нас произошли события, которые должны были нам с Луны передать всю эту влагу вместе с жизненными волнами. Соответственно, человечество там перешло к нам ангелами, без тел. У них там не было тела, у них и здесь нет. Вот. Предводитель был Люцифер, который должен был дать нам знания. Но он тоже многомерная личность, сущность, потому что у него были еще братья с Марса. Потому что там была вот эта вот заварушка, и нам все это дали. Вот смотрите, у нас... Ну, Меркурий рядом с Солнцем – это тонкие энергии, это нематериально. Венера, Луна, Марс. Вот они, чу-джу-джу, нас толкнули. Все. И стала полностью водная практически земля. Много воды было. Много-много-много-много воды. Так. Дальше. Там в воде развивалась жизнь. Был следующий толчок, пришел метеорит, и все замерзло. Землю перевернуло. Так. Началась зима. Угу. Все. Зима, и мы все спали. Спали. Потом все вернулось на круги своя. Началась весна, началось пробуждение. От солнца стала появляя луч. Пошел. Все стало таять. Угу. И появилась Атлантида. То есть вот этот огромный Атлантический океан. Да, у нас, считайте, сейчас 71% соленой воды. Да, где-то около 50% это был вот этот огромный один континент. Люди, потому что и вот Вавилон, да, должны были жить все вместе. Но, вот одна минута осталась. Но вот эти, как говорят, исход. А Моисея Ной, третий все время забываю. Надо будет еще уточнить, посмотреть. Это именно выводили Атлантов. Рерих говорит о том, что это происходило где-то около 800 тысяч лет. Началось миллион лет назад. И Ной был это уже 200 тысяч лет назад. И вот перешли они в арийскую солнечную, солнце перешло в арийскую расу, так скажем, да. И потом она стала расходиться по континентам. Список я вам тоже давала. Кстати, вчера только обратила внимание, думаю, а где славянская? Но по славянам у нас будет отдельное занятие. Потому что... Людильник прозвенел, 45 минут. Потому что мы славяне и кавказцы, вот эта часть, мы шли из Индии. Вот. А монголы, они шли Япония-Китай. Это тоже Атланты. У японцев какие голоса. Я когда училась у Лучан-Эсэры, меня вообще они удивляли. У них три октавы. Но вот все маленькие. А Атланты были большие. Ну, все, я с вами прощаюсь. Завтра у меня выходной. Сандэй, день солнца. День восстановления жизненных энергий. Будем ли мы говорить в понедельник о Луне или будем говорить о чем-то другом? Я завтра пообщаюсь с Солнцем, с папой, на берегу моря, сидя на маме, на камушках, на планете Земля. Я благодарю вас за внимание. До новых встреч в эфире. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok